В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении. Инга Пеннер, здравствуйте. Штрафной стакан. Календарное лето наступит вот-вот, хотя по факту оно давно уже разогрело Самару. Причем чем выше градус на термометре, есть такая закономерность, тем больше тех, кто жизнь предпочитает проводить под градусом. Лично я прекрасно помню эти времена, когда весь город на полгода превращался в гигантскую рюмушную под открытым небом. А пальму первенства по криминальным происшествиям у Металлурга отбирали парк Гагарина и набережная. Пили почти круглосуточные везде. А почему бы и нет, если каждый свободный пятачок был занят кафешками с их незатейливым репертуаром? И меню. Эти кадры сняты не в лихие 90-е, а всего каких-то 5 лет назад. Сейчас, конечно, после того, как парки и набережную зачистили от сомнительного сервиса, а в праздники, и в том числе и в дни, когда проходят выпускные баллы, и последний звонок, 1 сентября по инициативе мэра Самары и вовсе объявлен запрет на продажу алкоголя, картина поменялась. Да и публика тоже. С маленьким вообще не страшно тебе. Саш, тебя снимаю. Здесь вообще стало безопаснее и лучше после того, как здесь убрали кафе. Стало как-то и почище, и криминальность, она как бы тоже снизилась. Потому что, ну, я вот живу, например, 200 метров отсюда. И здесь летом постоянно были и какие-то тусовки, и шашлыки, и драки. Сейчас совершенно спокойно входим с ребенком, не страшно, как раньше было, непонятно вообще, какие-то мужчины, женщины, бродящие, пьяные. Среда, вечер, набережная, погода так и шепчет. Но тех, кто поддался соблазну, по пальцам сосчитать можно. Всем друзьям передаю привет. На одного захмелевшего пять полицейских и собака. Такой расклад для этих двух, не в меру отдохнувших, прибывших с того берега Волги и присевших на набережной, как они уверяют, лишь на минутку, уже наступило протрезвление и наказание. Слышь, ты, у вас, б***ь, с***, снимать. Я сказала, не ругайся, б***ь. По телевидению поснимают, и то хорошо, кто хочет, пьет, кто хочет, не пьет. Это, честно, на человека выбор. А то, что вы думаете, вы ловите, вы никого не ловите. Это ерунда. Это вырежут однозначно. Спокойный вариант. Да? Бывают и буйные? Нет, намного. У вас, наверное, приключения каждый день, да? Ну, так-то, да. Интересно. Ну, прикольно, м***ь. Я хотел уехать вон. Так, Макс, не грузин, на камеру снимается. Естественно, газель, да уехать отсюда. Ну, а что до этого он мешал сделать? Ну, понятно, что не надо. Если вы начинаете ее открывать... Не накосячить. Нарушили, это так, что... Ну, это для вас нарушили, а мы накосячили. Накосячили два товарища, каждый на полторы тысячи рублей. С этого года штрафы за распитие в публичных местах выросли в разы. Раньше-то были сущие копейки – сто рублей. Теперь же, улыбается майор Валерий Межин, народ дважды подумает – пить или не пить. Я больше, чем уверен, что в следующий раз он уже подумает, стоит ли вообще употреблять или не употреблять. Когда он, как говорится, гражданин, выполнил свой гражданский долг, оплатит данный штраф, и это уже будет, я так понимаю, накладно. Никто не пьет, и вроде бы ты не пьешь. Майор Межин набережный патрулирует уже лет 10. Для него контраст очевиден. Когда дым шашлычных затмевал мужские красоты, здесь ни дня не проходило без происшествия. Сейчас на весь участок от Ладьи до фонтанов у ЦСК УВС встречаем только еще одну компанию, которой сухой закон не писан. Впрочем, один авторитет юный бунтарь все же признает. Его не столько штраф беспокоит, сколько, а вдруг мама по телевизору увидит. Прятать бутылку в пакет и впрямь бессмысленно. Это не Америка. Пока на нарушителя составляют протокол, полицейские читают прохожим краткий курс правового ликбеза. В штате Ленойс можно употреблять, наверное, спиртные напитки. В пакете. У нас все убеждены, что можно пить в закрытой таре, так сказать. Ну, это, знаете, что мы, это плохая непросвещенность граждан. Я так понимаю, что вы спортсмен. Вам это не нравится, друзьям, да. Надо проинформировать, что распитие запрещено. Вот вы агитируйте. Необходимо заниматься спортом. Спасибо. Пожалуйста. Кстати, в той же Америке злостные нарушители могут и в тюрьму угодить. Самое же строгое наказание за публичное пьянство в Арабских Эмиратах. 70 ударов плетью. У нас вот гуманно бьют по карману. Нарушителей на набережной больше не находим. Следующий пункт назначения. Ленинградская. Центр притяжения для развеселых компаний. Впрочем, сейчас здесь стало поспокойнее, уверяют отдыхающие. Среди них и герои моей прошлой передачи. Паралимпийская спортсменка Яна Костина с мамой, вышедшая на вечерний променад. Мы мимо Ленинградской никуда не проходим. Все через нее. У нас инцидентов не было. Вот сейчас в это время шли без страха. Поспокойнее, намного стало спокойнее. Намного лучше даже стало. Да, очень. Много молодежи гуляет и сидят и вот пьют. Смотришь, гимонад там какой-нибудь. Вот все было. А сейчас нет. А сейчас даже приятные. Детей очень много гуляет вообще. Мы вот так вот не часто бываем, а вот изменения замечаем. Иделия нарушает компания на соседней лавочке. По-хорошему предупреждаю, сворачивайте банкет. Скоро здесь будут полицейские. Но мои благие намерения трезво оценили не все. Яшка, найдите, пожалуйста, очень пьяных людей и тогда к ним обращайтесь. Мы, по-моему, себя спокойно ведем. Может, мы и попили пиво, но мы ничего не нарушаем. Нет, вот она действительно стоит. Это наша ошибка. Мы совершили... Девушка, а тема-то какая будет? Плохой простой плат. Можно узнать? Мы ее сейчас заберем и выкинем. Девушка, смотрите. Ну, знаете, сразу полутора тысяч. Ну, у нас... Мы-то ничего не распевали. Тогда мы заплатим, наверное. Все, я выкину, девушка. Спасибо вам. Мне кажется, мы ответили на все ваши вопросы. То, что вы следите за моим городом, чтобы действительно... Андрей, тебе это нравится? Люди просто говорят, мне нравится. Пускай я и бухаю, но зато в общественных местах не должно быть. Честно скажу. Может, и не выпускница Института благородных девиц, но все познается в сравнении. Это трио благоразумно ретировалось. А еще год назад здесь, на Ленинградской, пили в открытую. Не прячусь от камеры. Покажи, что он пьет. Портвейн, чуваки. Людей очень много, бухают вообще просто. А местные жители не жалуют, что собирают? Местные жители, они нас водой. Они уже плюнули. Они нас водой обливают, но мы не боимся. И не стесняясь, присутствие представителей власти. Дважды во время записи интервью с главой Самарского района, неугомонный любитель рок-н-ролла кидался на оператора. Полиция, значит, ну вот вы сами видите, то, что тут я сказал. Полиция, значит, ну, бывают, я говорю, такие вот эксцессы. Поэтому сейчас вот, можешь сказать, вот вы в прямом эфире все это засняли. То есть весь срез. Оу, шеф, извини нас, освежи лучше нас, шеф. Он сидит убитый, ему подбили глаз. Это сидит вообще в хлам убитый. Он сидит в хлам убитый. Ну, у нас кто-то пытается играть. Ее зовут Багира. Усмирить зоопарк помог круглосуточный патруль. Вскоре здесь, на Ленинградской, появится и стационарный пункт полиции. Ну что ж, давно пора. Впрочем, чудес не бывает. И если в одном месте убыло, значит, где-то прибыло. Теперь центр притяжения хмельной публики – ларьки, которые рады услужить клиентам в любое время суток. Нам, старикам, не дают спать, не дают спать. Люди больные с возрастом, сердце больное. И здесь у нас машины, пьянство. Постоянно здесь драки, крики, вопли. Здесь справляют нужду. Машины подъезжают, водители пьяные. Чем они торгуют, меня не интересует. Но я хочу, чтобы этот магазин был закрыт в 10 или в 11. Как обыкновенные магазины. Короче, кто ночью не спит, вон у нас песочница, вон там. Значит, люди, живущие подошли, ночью к окошечку увидели, чем молодежь, выходя из бара, занимается там сексуальной деятельностью прямо около песка. Друзья, по песочнице эта фраза для жителей Стошки звучит не так уж и безобидно. Местные шлют проклятие на голову владельцев бара на Хасановской. За последний месяц это уже второй митинг жителей против ларечников. Первый прошел на Фадеевой, рядом с баром, который торговлю спиртным маскирует вывеской кафе-мороженое. На демократической жители выбрали другой способ борьбы. Пишут оперу. Пусть полиция вмешивается, ведь от этого пивного домика людям давно житья нет. Смотрите, какой вид у него товар. И в туалет. Выходит на лестницу, я выхожу из магазина, он стоит, извините, в наш подъезд. У нас подъезды, посмотрите, в каком стоим, мы только ремонт сделали. Нам он мешает. Мы вот подвал не можем открыть. Почему? Потому что туда кидают все. Вот они вот уже идут сюда. Попозже немножко надо. Они будут лежать вот здесь вот все. Ты вот здесь ходишь постоянно, я просто... Тут море. Мне противно смотреть, я вот не смотрю на них. Просто это вообще себя не уважающие люди. Меж тем, постоянные клиенты бара потянулись на водопой. Часто сюда заходите? А? Часто сюда заходите? Квас пить. Ежедневно. Ежедневно. Ну что, торгуют, да, здесь? Чем? Алкоголем. А, нет, что вы? А чем вы тут? Зачем сюда приходите? Ну, кофе с утра попить. А вообще народная трофа, она сюда не зарастает за кофе, да? Нет, это не берется. Седай. Да, счастливая. Не пейте много кофе, это вредно для сердца. Да нет, все в нервах. В это раннее утро утолить жажду не получилось. Полицейские помешали, прикрыв на день сомнительный сервис. Творец, я так понимаю, отсутствует. У нас не предусмотрены здесь посиделки. Да, правильно. А руки помыться вы можете делать сами? Ну, конечно, у нас вода привозная, вот та вода есть. Алкоголь изымает, составляет протокол. Штраф за торговлю в запрещенное время до 15 тысяч рублей. У продавца Татьяны, у которой случился незапланированный выходной, нервы железные. А что переживать? Не в первый же раз. Ну и как честно вас жалуются? Жители? Часто. Честно скажу, часто. Ну, абсолютно, мы не знаем, как это отвалить, вот эту молодежь. Нормальные люди пришли, 100 граммчиков, и ушли, и все. А эти здесь жители. Ну, вы же знаете, что нельзя торговать алкоголем, да? После 10 и до 10. Ну, вот. Ну, виноват. Ну, честно сказать, ну, мы не продадим, другие продадутся, квартиры продадутся. Ну, там самой не противно здесь работать? Вообще, в суши заработали. В такой сфере всякая была. Ничего не смертельно. В отличие от бывалой барменши, хозяин лавочки под названием Ипэч Мерис оказался человеком скромным. И пугливым разговор по душам был испорчен забегом на короткую дистанцию. Я вам не сказал, у меня нет. Ну, а почему вы так разговариваете? Давайте с вами поговорим. Я тебе сказал русский язык. А я вам не тыкаю. Все, я вам пришлю адвокат. Присылайте. Штрафы хозяина рюмочной вряд ли впечатлят, зато есть шанс стать звездой ТВ. Думаю, еще я наведаюсь в этот бар на Демократической. Вот в магазине на Нагорной нашу съемочную группу уже узнают. В этом ларьке, что затерроризировал всю округу, здесь и драки, и стрельба были, и спиртную продают несовершеннолетним. Вместе с активистами местного ТОСа я была пару месяцев назад. В начале апреля здесь без зазрения совести продали пиво 16-летней девушке. На этот раз паспорт не спросили у 17-летнего парня. Сравните реакцию продавца. Тогда... Я никогда никому не продавала. Извините, пожалуйста, больше не будет. И сейчас... Извините, больше не будет. Я вас очень больше. Какой драматический талант за прилавком погибает. Станиславский с Мирхольдом отдыхают. Но этим слезам ТОСовцы больше не верят. Все материалы они передадут в полицию. И тогда уже от душеспасительных бесед, которые продавцов мало впечатляют, перейдут к более решительным действиям. Штраф за продажу спиртного несовершеннолетним доходит до 50 тысяч рублей. Есть над чем задуматься. Но пока промышленный район, где мы объезжаем еще 4 точки, это край непуганных продавцов. Он не выглядит над возрастом. А вы прям вот так и различаете. Вы выглядите, вы не выглядите. Так. Ну, глоток работаете. А почему паспорт-то не спросили? Да я считаю, что я даже... Он девушка, кто здесь, можно? Я даже на него не глянула вообще. Тяжите. Он еще мне похолоднее там на идите. Я говорю, ничего нет. Я даже не смотрю. Поэтому внимательно, ваша внимательность стоит сейчас 50 тысяч рублей. Вот такая более-менее мелкая торговля, как правило, поголовно нарушается. Хотя есть и счастливые исключения, как вот в этом киоске на Среднесадовой. Страна должна знать своих героев. Знакомьтесь, Надежда Кузьминична, единственный продавец, кто не только паспорт спросил у нашего героя, но и уговором не поддалась. А вам есть в сад? А что, не видно? Нет? Нет, паспорт можно. А, ну мне обычно продают без паспорта. Ну, прошу, пускай, поверьте. А тут сейчас из-за угла выходит. Нет, мой дорогой, еще нет. Ну, не спорь со мной. 30 тысяч. Нет, нет. Ну, ладно, извините, пожалуйста. Здравствуйте. Можно у вас интервью взять? Молодцы, что не продали. Вот. Поэтому... Ой, я так счастлива. Поэтому на камеру, пожалуйста, скажите. Я никогда детям до 18 лет не продаю. Не дай ты бог. Я никогда. Хоть что со мной будут делать. Это вообще-то грех большой для меня. Мне вот обидно за наших людей, вот за этих продавцов. Они же травят наших детей, губят. Ну, как так вот души-то? Нету соль у людей. Не расслабляйтесь у нас. Слушаюсь. Служу отечеству. За продажу спиртного подросткам не только штрафы грозят. Повторные нарушения – это уже уголовная статья. В тюрьму не посадят, зато исправительные работы вполне могут назначить. Тоже мало приятного. Так что, если за продавцов силовики и впрямь всерьез возьмутся, я думаю, они их быстро научат родину любить. Ну, а у меня на сегодня все. Пишите, звоните, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»